Потому, потому что мы пилоты, небо наш, небо наш, родимый дом, первым делом, первым делом самолеты, ну-ка, девушки, ха-девушки, ха-двот. Жизнь здорово помотала Ивана Андреевича Глухова по всему Советскому Союзу. Такая уж у них, у военных летчиков судьба, они перелетные птицы. Шутка ли, 50 лет в авиации. В апреле 1961-го экипаж самолета Ли-2 с борттехником Глуховым на борту пролетал над правым берегом Волги. Все вглядывались вниз, на землю, ведь где-то там, несколько дней назад, приземлился Гагарин. Произошло это около небольшой деревеньки Узморья. Там была знакомая, это рядом с ее почти дома. Когда мы встретились, она говорит, хочешь посмотреть, где он приземлился. Там место еще осталось. Прошли, я посмотрел, все запомнил. Неспроста этот день так врезался Ивану Андреевичу в память. Судьбы борттехника Глухова и космонавта Гагарина однажды уже пересекались в Энгельсе. Там первый отряд космонавтов учился прыгать с парашютом. В небо их поднимал тот самый экипаж, который потом вглядывался в правый берег Волги. Новость о полете Гагарина застала Ивана Андреевича в очередной командировке в Минске, в магазине, где продавали телевизоры. В телевизорах много, все сбежали. Гагарин в космосе. Фотография на включенном телевизоре. Командир, ростом одинаковый. Он говорит, Ваня. Вы что? Да это наши космонавты. Я говорю, командир, я разве помню всех? А вы помните? Нет, это наши космонавты. Наши парашютисты. Парашютиста Юру Гагарина Иван Андреевич припомнить так и не смог, но отчетливо помнит, что чувствовал в апреле 61-го. Он сам и, пожалуй, каждый в Советском Союзе. Ну, конечно, гордость за нашу авиацию, за наших летчиков, за нашу науку. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.